В этом году один из главных христианских праздников, День Святой Троицы, совпал с Днём России. Исполнилось 32 года с принятия Декларации о государственном суверенитете нашей страны. В 1992 году Верховный Совет РФ постановил присвоить дате 12 июня статус праздника и нерабочего дня. В этом году 30-летие праздновалось с особым размахом. Этот день стал очень значим для всех россиян. Праздник состоялся даже там, где недавно велись военные действия, чтобы все смогли почувствовать защиту и заботу России. Ничего не происходит случайно в этом мире. Многие люди в этот день посетили храмы, которые подготовили к празднику. Особое убранство получила Троица Сергиева Лавра. Там святейший патриарх Кирилл совершил божественную литургию. Установлен праздник в память о сошествии Святого Духа на апостолов. Они на разных языках стали проповедовать Слово Божье по всему миру. В этот день священнослужители выходят в зеленых одеждах, храмы украшают ветвями берез. Все это символизирует жизнь и ее божественное начало. Каждый прихожанин смог ощутить, что с нами Бог, а значит любые препятствия преодолимы. Россия была, есть и будет. И сейчас, когда меняется весь мир, наша страна становится только сильнее и лучше. Ко многим приходит понимание того, что Россия не только решает вопросы деноцификации и демилитаризации Украины, но и фактически уже предотвратила начало Третьей мировой войны. И это уже ни для кого не новость. Откуда же кто черпает силы? Накануне празднования Дня Святой Троицы украинские националисты вели себя наиболее ожесточенно. Отступая из Святогорска, они подожгли деревянный скит. Монахам и местным жителям не давали тушить пожар. Очевидно, что злость и ненависть фашистских молодчиков не случайна. Наколки, сдавшихся в плен нацбатовцев, подтверждают это. Сатанинская символика соседствует с фашистскими крестами и молниями. Конечно, теперь после освобождения скит Святогорской лавры будет восстановлен в еще большем величии. Мы хорошо знаем из истории, что те, кто жег наши святые храмы, истреблял мирных жителей, не мог оставаться безнаказанным. Так было раньше, и так будет и сейчас. И не важно национальность человека. Важно, кто ты по духу и на какой ты стороне. На светлой или на темной. Многие местные жители на освобожденных союзными войсками территориях говорят о тех сумрачных временах, которые наступили 2014 года на Украине. И благодарят солдат-освободителей. Так же, как это было во время Второй мировой войны, когда советские войска били фашистов. Исторические аналоги прослеживаются во многом. Так, например, мало кому известно, что в 1945 году православная Пасха наступила 6 мая. И совпало с Днем памяти святого воина-великомученика Георгия Победоносца, покровителя российского воинства. В ночь на светлый понедельник в Реймсе акт был подписан. Через двое суток он был продублирован в Берлине с участием официального представителя СССР, маршала Георгия Жукова, носившего имя в честь Георгия Победоносца. День Победы праздновался 9 мая в светлую среду пасхальной недели, в День памяти всех святых. Это еще одно не случайное совпадение. Напичканное оружием Украина уже не представляет такой опасности, как это было до начала военной операции. Все это говорит о том, что Россия находится на правильном пути.